Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире Сыны Западной Армении Джалал Арутюня. Вопросы армян Западной Армении. Предвыборная компания Вазген Сеслян. Церемония открытия Дома-музея Нурайра Собуманяна. Сумгаид суд над похищенными армянскими военнослужащими. Пытаясь устранить армянский след, Баку уничтожает историкокультурное наследие Арцаха. Армяне, изменившие мир. Сыны Западной Армении Джалал Арутюнян. Джалал Арутюнян родился в селе Бадара Аскеранского района. Отец Анатолий, учитель математики, зауч школы, мать Светлана, медсестра. С 1981 по 1991 год учился в средней школе родного села. Непосредственно после окончания школы присоединился к освободительной борьбе за Арцах. Учился на биологическом факультете Арцахского государственного университета. Окончил учебу в 1995 году. В 1999 году поступил в военную академию Санкт-Петербурга, окончив с красным дипломом. С 5 ноября 1992 года служил в армии обороны. С 1992 по 2016 год занимал должности в различных воинских частях армии республики. В качестве командующего оборонительного округа, заместителя командира объединения, начальника штаба. 14 июня 2016 года указом Бакуса-Океана Жалал Арутиняна назначили командиром воинской части армии обороны НКР. 14 декабря 2018 года указом президента республики Арцах назначен первым заместителем командующего армии обороны, начальником штаба. В 2020 году указом Араика Арутиняна генерал-майор Арутинян назначен министром обороны республики Арцах, командующим армией обороны, освободившись от должности первого заместителя командующего армии обороны в республике Арцах, начальника штаба, получив ранение на боевой позиции 27 октября 2020 года, освобожден от должности министра обороны, командующего армии обороны. По факту покушения на Арутиняна возбуждено уголовное дело, на данный момент обвиняемых нет. Выписан из больницы 4 декабря. В феврале 2021 года приказом министра обороны республики Армения Варшака Арутиняна Джалала Арутиняна назначен на пост начальника военной контрольной службы Министерства обороны республики Армения. 2 сентября 2022 года Джалала Арутиняна было предъявлено обвинение уголовному кодусу республики Армения в связи с проявлением небрежного отношения к служебным обязанностям во время 44-дневной войны 2020 года. Работа в качестве начальника военной контрольной службы Министерства обороны Армении приостановлена. Вопросы армян в Западной Армении Пшеница считается началом жизни, именно из нее мы получаем один из важнейших жизненно важных компонентов – хлеб Следует отметить, Армения отличается дикими сортами сельскохозяйственных культур, родиной трех из которых является армянский горный хребет Принятая в 1992 году Международная конвенция о биологическом разнообразии впервые подчеркнула первостепенную роль системы сохранения генетических ресурсов растений Территория заповедника Рябуни очень мала, около 100 гектаров, как место сохранения генофонда диких хлебных культур Уникален не только для Армении, но и для всего мира Здесь сохранились эндемичные и уникальные природные комбинации горных серафитов, состоящие в основном из хлебных культур Флора заповедника очень богата и разнообразна, включает около 300 видов Три из четырех известных в мире диких видов произоставят именно здесь, более 100 разновидностей Ячмень и цикорий также отличаются разновидностями Заповедник Рябуни получил статус в 1981 году Предпосылкой этому послужил ряд обстоятельств, связанных с открытием дикой пшеницы в Армении Известный ботаник XX века Вавила с особым интересом говорит о богатстве Армении дикой пшеницы Цель состояла в том, чтобы накормить мировое человечество, используя вымершие виды, которые в данном случае стали диким видом сельхохозяйственных культур Используя данную информацию, собирая образцы дикой пшеницы, в дальнейшем послужило создание новых и восстановление старых видов, исчезнувших с земли в условиях новых технологий и селекционных процессов Согласно закону Вавилова, гомологический ряд наследственного изменения, считавшийся в те годы величайшим открытием диагенетиков и селекционеров, Вавилов доказал возможность реализации вышеизложенного Это было не просто хранилище, а генетическая база данных, в котором хранились эндемичные виды сельхохозяйственных культур, собранные с разных континентов Земли Среди которых также выделяются дикие виды данных культур По мнению Вавилова, именно эти дикие сорта считаются прародителями нынешних культур Предвыборная кампания Вазген Сеслян Миссия Асалас заключалась не в достижении международного признания геноцида, а в возвращении с Западной Армении Об этом в своих интервью рассказывает руководитель операции ВАН Вазген Сеслян Вазген Сеслян родился 20 октября 1956 года в пригороде Бейрута, районе Бурдж-Хамут Семья пережила геноцид В 1986 году окончил инвестиции от Сорбонной Парижа по специальности ликвистика Вазген Сеслян свободно владеет армянским, английским, французским, арабским, турецким В годы Ливанской войны юный Сеслян наряду с отрядом самообороны защищал армянские кварталы За несколько месяцев до захвата заложников консульств из Турции Сеслян и соратники стали известны в Беруте, отправив публикацию в редакцию журнала 24 сентября 1981 года в возрасте 25 лет возглавил группу бойцов операции ВАН организации Асала Среди которых Акоб Джулфаян, Гевор Гуселян, Арам Басмаджан, захватив консульство Турции в Париже Видеосюжет о Вазгене Сесляне можно посмотреть на нашем ютуб-канале Вестерн Армения ТВ Церемония открытия дом-музея Нурайра Согумуняна 1 июля в Сирии Артабуйк в Айодзорского Марза республики Армения открылся дом-музей героя Нурайра Согумуняна На церемонии открытия присутствовала делегация Западной Армении во главе с премьер-министром Седой Меликян После вступительной речи под гимн Западной Армении поднялся флаг Западной Армении Мать героя 44-дневной войны Сюзанна Вартанян отметила В этот день Нурайру исполнилось бы 23 года Нурай погиб в Джиракане, защищая родину Посмертно награжден медалью за боевую службу Мой сын был музыкантом и художником Имеет более 100 написанных картин Сейчас они хранятся в музее, где есть и другие жреквии Не знаю, чем это обусловлено, за все годы я не хранила вещи младшего сына и дочери Но вещи Нурайра, даже его карандаши и ластики хранила Я не могу объяснить, почему, но я хранила Сегодня все это находится в музее, также музыкальные инструменты сына Нурай играл на нескольких музыкальных инструментах Тар, барабан, аккордеон На церемонии открытия выступил премьер-министр Западной Армении Седа Меликян Вручив родителям Нурайра Согуманяна сертификат почетного гражданина Западной Армении Военнослужащие Арутюн Увакимян и Кария Нашотович Казарян Похищенные с позиции Шикаго сегодня в Сумгаите Предстанут перед судом по обвинению по тяжким преступлениям, сообщают бакинские СМИ Баку обвиняет двух военнослужащих в незаконном пересечении государственной границы И попытке совершения террористических актов Баку утверждает, что это была попытка проникновения диверсионной группы Состоится подготовительное заседание суда Потерпевшими по телу признаны четыре азербайджанца По предварительным данным, вооруженная группа Баку 26 мая Пересекла границу Армении и похитила военнослужащих Возбуждено уголовное производство по факту незаконного пересечения Государственной границы Армении и похищения двух военнослужащих Правительство Западной Армении неоднократно осуждало геноцидальную политику бакинских властей Включая насильственную депортацию мирного населения и похищение жителей и солдат Которые совершаются как в условиях войны, так и в мирное время Данный случай также следует рассматривать как военное преступление Наше правительство планирует инициировать соответствующий процесс По данному вопросу, как это было сделано в случае с беженцами из Шуши Непосредственно после 44-дневной войны Власти Баку осуществляют различные действия По уничтожению историко-культурного наследия Арцаха Пытаясь устранить следы армян с нашей исторической земли Присвоить культурные ценности Альфа Ньюзром в прямом эфире провела видеобеседу С бывшим министром образования, науки, культуры и спорта Арцаха Ныне советника президента Арцаха Люсене Караханян Недавно Баку провел 10-ю научную конференцию «Кавказская Албания» В которой приняли участие специалисты из 9 стран Тем самым делается попытка закрепить в научных и академических кругах Выдвинутый ими тезис «Историко-культурное наследие Арцаха имеет албанские корни» Люсене Караханян также отметила На данный момент безуспешно Официальный Баку проводит последовательную политику, чтобы присвоить армянское наследие Власти Баку демонстративно уничтожают могилы воинов-освободителей Погибших в Первой Ахцарской войне И сравняли зимы могилы села Аракел Гатрутского района Азербайджанцы считают себя потомками албанцев Коварно пытаются оскверить наши монастыри и церкви Датированным 9 веком цицернакований церкви 14 века села Ван Гатрута Враг провел ритуал и осквернил их Армяне, изменившие мир Звучит громогласно, пока не ознакомишься с биографией и открытиями выдающихся людей Благодаря самоотверженному труду и безумным идеям людей Родившихся на чужбине в семьях армянских беженцев Едва спавшихся от совершенного против армян геноцида Во всех углах мира каждую секунду спасались человеческие жизни Ворозда Таганесовец Казанчан родился 18 марта 1879 года В городе Ерзенка Западной Армении Спасаясь от гамильских погромов, в 1895 году переехал в США Обосновавшись в городе Вустер, штат Массачусетс В 1902 году поступил в стоматологическую школу Гарварда Окончив учебу в 1905 году, в той же школе приступил к работе Ассистентом отделения ортопедической стоматологии За всю карьеру Казанчан пересекал границы ортопедической стоматологии И пластической реконструированной хирургии Знак благодарности в 1919 году король Англии Геворг V Наградил Казанчана орденом Святого Михаила и Святого Георгия В 1919 году, вернувшись в Бостон, ворозад казачан Получил звание профессора отделения челюстно-лицевой Военной хирургии Гарвардской стоматологической школы В 1941 году ворозад казачан стал первым профессором Пластической хирургии Гарвардской медицинской школы Инновационные подходы послужили стимулом Для дальнейшего развития и совершенствования Пластической хирургии И в завершении новостей послушаем Ашук Саят Нова Песню Каманча в исполнении ассамбля Гагика Мурадяна Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!